Ни хао! Привет! Я получила сообщение от Ольги из Москвы, которая попросила меня разобраться в частичке D. Их три. Очень важно нам ставить правильную частичку D, когда мы пишем, потому что когда мы разговариваем, ее не слышно, то есть не видно, какая из них ставится. Вот. Так что давай начнем с самой простой. Самую простую частичку D, скорее всего, ты встречал тогда, когда только начинал изучение китайского языка. Например, вот мама, моя мама. Я называю это частичкой принадлежания. То есть посредством этой частички ты можешь показать, что кому принадлежит. Вот. Я тебе написала. Уо-де-тя. Мой дом. К примеру, я также могу сказать. Та-де-че. Уо-де-би. Моя ручка. И так далее. Номер два. Второе значение – это двусложное прилагательное. Тогда, когда мы показываем на особенность какого-либо предмета. Например, про ту же ручку я могу сказать. Уо-де-би. Моя ручка. Но я не говорю, какого она цвета. А если я скажу. Уо-де. Хо-г-с-э-де-би. Да, то есть в первом случае. Уо-де. Я показываю, что моя. Хо-г-с-э-де. Красная. Би. Ручка. Здесь я тебе написала. Хо-г-с-э-де-че. Можно, да, прям догадаться, как будто красный мой любимый цвет. Так. И что? Хо-г-с-э-де-че. Красная машина. Или фо-г-с-э-де. Розовая. Фо-г-с-э-де. Мо-и. Да. Мо-и. Извини. Вот. И так далее. Номер три. Глагольная конструкция. Глагольная конструкция. Почему она называется глагольная? Это потому что Дэ у нас стоит после глагола. И в этой ситуации, посмотри. Та-да-дж-хэ-ши- синь-ма. Это его машина, но вокупленная. Да? То есть Та-да-дж-хэ. Это как раз-таки притяжательное местоимение. ему принадлежащие и 6 7 мая до новокупленная до купленная сравнительно недавно новокупленная вот либо по-другому я почему я поставил тебе а дыбы потому что хадач и май до 7 до новокупленная окей хорошо второе значение как ты можешь сказать не значение прости а именно применение ты можешь сказать май дэчхэш синь да то есть купленная машина является новой май дэчхэш синь да окей хорошо давай двигаться к д д у нас для чего-то на частичка употребляется в основном для обозначения наречия обозначение наречия что это такое да это просто тогда когда у нас прилагатель на е превращается в наречия то есть давай посмотрим ха пао дэ куай пао это бегать куай быстро то есть он бегает очень быстро ха пао дэ куай или например я поставлю о че си хан ю све дэ хао во че си хан ю све дэ хао я изучаю китайский изучаю повторение да вот у нас дублирование глагола изучаю очень хорошо второе значение это инфикс 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 это выражение возможного действия у глагола могу себе позволить купить могу себе позволить досмотреть и так далее например здесь тебе написала у окан дэ лан у окан дэ ван я в состоянии дочитать или досмотреть в китайском языке хочу не душу да не как читать книгу а именно смотреть книгу кай шу я также кэн тени то есть телевидение телевизор а вот поэтому здесь у окан дэ ван точности мы не знаем что он будет досматривать книгу или так скажем кино второе значение применения как можно еще сказать к примеру я в состоянии купить что-то вам а этот си вам а дать и я тебе напишу это си как идти дать вам а дать и я в состоянии это купить ну что ж перейдем к третьему третий да ну что ж обозначается применяется в основном обозначение наречия и выступает в роли суффикса наречия к примеру ну лидова чеси 0 и чтобы помнил чтобы ты знал может быть туда забыл это старательно то есть обучается очень старательно как ты заметил я тебе не упомянул он увидишь со схемы да что у нас в в этом именно случае д встает перед глаголом а д которая обозначающая наречия не суффикс наречия а именно на речи у нас стоит за глаголом теперь ты понимаешь да почему мне пришлось продублировать глагол чтобы поставить частичку да помнишь у меня сказала все си да а ты бы си а ваще ханю си да и так ну лидо все си ну лидо все си или например кау синда шо он радостно что-то говорил он очень радостно что-то говорил но что еще можем сказать к примеру мы мы замечательно проживаем нашу жизнь в таком случае и мы погибли получается что-то и пойметX будет как радостно то есть замечательно д мы Buzz手 Blog Ю КОЙ СОБИЛЬНО vis Ю КОЙ СОБИЛЬНО То есть мы вместе, я немножко отодвинусь, мы замечательно уживаемся, мы замечательно проживаем вместе эту жизнь. Я надеюсь, что ты понял разницу, либо поняла разницу между тремя Д. Первое, в основном используется как притяжательное, второе – это обозначение наречия, то есть то, что переделывает прилагательное в наречие, и третье – это суффиксное наречие, то есть когда нули, да, си, старательно учиться, и так далее. Ну что ж, я очень рада, что ты вместе со мной, что ты следуешь моим видео, это очень классно. Если у тебя есть какие-то вопросы, пожалуйста, обращайся, а я, в свою очередь, опубликую несколько предложений чуть ниже этого видео, и постарайся их сделать, я их проверю, как раз-таки ты можешь подтвердить результаты, получилось быстрее понять или нет. Ну что ж, ЗАЙДЕН! 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 Продолжение следует...